Об этом дальше, после того, как получим, собственно говоря, параметры качества итоговой регрессионной модели. Пока что рассмотрим минимально необходимые настройки для запуска регрессионного моделирования в SPSS. Поскольку зависимые перемены у нас сейчас дихотомические, хотя исходно она была с тремя категориями, пока что для освоения бинарной логистической регрессии, которая, на мой взгляд, первична по сравнению с мультиномиальной логистической регрессией, я объединил две категории No, человек не состоял, или раньше сел, но сейчас не состоит, я их объединил. И отдельно рассматриваю категорию Да, сейчас состоит в профсоюзе или в аналогичных организациях. Поэтому бинарная логистическая регрессия. Помещаем в качестве зависимой переменной, собственно говоря, участия в профсоюзе, а все остальные предикторы помещаем в окно ниже Coverates. Поскольку нет теоретической рамки, которая описывала бы, какими предикторами предсказывается или детерминируется членство в профсоюзе, тем более в разных странах, мы не можем заранее отобрать предикторы, которые имеют приоритет перед остальными. Поэтому помещаем все их. Однако их очень много, и, скорее всего, часть из них окажется незначимыми, то есть негенерализуемыми на генеральную совокупность. Чтобы не отсеивать их вручную, используем пошаговую процедуру. Логистическая регрессия в SPS предлагает набор пошаговых процедур. Оптимальный, на мой взгляд, является Backward-Walt, поскольку эта процедура ориентирована на исходное включение всех предикторов и затем пошаговое исключение по одному и даже обратное включение в случае, если при каком-то наборе или поднаборе окажется, что данный предиктор, исключенный, оказывается значимым. Он возвращается обратно в набор предикторов. Заходим в Options. Здесь нам необходимо изменить уровень для исключения на более жесткий. 51 сотая вместо 51 тысячная вместо 1 десятой. Все остальное можно оставить. Continue, Paste.